Карел Чапик Человек, который умел летать Томшик шёл по дороге, что близ больницы на Виноградах. Он совершал свой ежедневный эмоцион, ибо очень заботился о здоровье и вообще был ярый спортсмен, не пропускал ни одного футбольного матча. Шёл он быстро и легко. На землю уже спустились весенние сумерки. Навстречу Томшику попадались лишь случайные прохожие, да изредка влюблённые парочки. Надо бы купить шагомер, думал он, и проверять. Сколько шагов я делаю в день? Томшику вдруг вспомнился сон, который он видел уже три ночи подряд. Он идёт по улице, дорогу ему преградила женщина с младенцем в коляске. Томшик слегка отталкивается левой ногой, взмывает над землёй метра на три, перелетает через женщину с коляской и плавно опускается на тротуар. Во сне он нисколечко не удивился. Такой взлёт ему показался естественным и очень приятным. Странно было лишь то, что до сих пор никто этого не пробовал. А ведь как просто. Стоит только слегка повращать ногами, словно едешь на велосипеде. И вот уже снова возносишься в воздух, паришь на высоте второго этажа и легко опускаешься на землю. Оттолкнёшься ногой и опять летишь, совсем легко, как на гигантских шагах. Можно даже не касаться земли, а просто повращать ногами, и полёт продолжается. Томшик даже громко засмеялся во сне. Как же это, мол, так, почему никто до сих пор не додумался летать? «Ведь только оттолкнуться ногой, и готово дело. Это же легче и проще, чем ходить», думал он во сне. «Надо будет завтра попробовать». Три ночи снился ему этот приятный сон. Чувствуешь себя таким лёгким. «Да, отлично было бы, если бы можно было летать так просто. Слегка оттолкнёшься ногой и...» Томшик оглянулся. Никого кругом. Томшик так, скорее шутки ради, разбежался и оттолкнулся левой ногой, словно прыгая через лужу. И вдруг вознёсся на 3-4 метра и невысокой дугой пролетел над землёй. Он даже не удивился. Это и в самом деле оказалось совсем просто и лишь приятно волновало, как катание на карусели. Томшик чуть не закричал в мальчишеском восторге. Пролетев метров тридцать, он уже приблизился было к земле, но увидел, что опускается в самую грязь. Тогда он заболтал ногами, как делал во сне, и в самом деле опять взлетел повыше. Пролетел ещё метров пятнадцать и легко опустился за спиной какого-то прохожего, шагавшего из трошницы. Тот подозрительно оглянулся, ему явно не понравилось, что рядом с ним появился человек, шагов которого он не слышал. Томшик обогнал его с самым непринуждённым видом, хотя в душе немного побаивался. Как бы, сделав слишком энергичный шаг, не оторваться от земли и не взлететь опять. Надо это хорошенько проверить, сказал он себе и по той же пустынной дороге направился домой. Но как назло, ему то и дело попадались прохожие. То влюблённые парочки, то железнодорожники. Тогда он свернул на пустырь, где годами была городская свалка. Уже совсем стемнело, но Томшик не хотел откладывать пробы, опасаясь, что до завтра разучится летать. Он оттолкнулся очень робко, залетел на какой-нибудь метр и довольно тяжело опустился на землю. Во второй раз он помогал себе руками, словно плавая. Пролетел добрых 80 метров, даже сделал полукруг и сел на землю легко, как стрекоза. Томшик хотел было попробовать ещё раз, но тут на него упал сноб света и грубо голос спросил. Вы что тут делаете? Это был полицейский патруль. Томшик страшно смутился и забормотал, что он тут немножко упражняется. «Проваливайте упражняться куда-нибудь подальше!» – гаркнул полицейский. «Здесь нельзя!» Томшик, правда, не понял, почему здесь нельзя, а в другом месте можно. Но так как он был дисциплинированный гражданин, то пожелал полицейскому покойной ночи и поспешно удалился, опасаясь только одного. Как бы, упаси боже, опять не взлететь? Попадёшь, чего доброго под подозрение полиции. Только около Государственного института здравоохранения он снова подпрыгнул, легко перемахнул через ограду и, помахивая руками, пролетел над институтским садом и спланировал на Коронном проспекте. Прямёхонько перед какой-то служанкой с кувшинчиком пива. Та взвизгнула и пустилась на утёк. Томшик прикинул, сколько он пролетел. Метров двести. Отлично для начала. В последующие дни он усердно тренировался. Разумеется, только ночью и в уединённых местах. Чаще всего близ еврейского кладбища за альшанами. Он пробовал разные приёмы, например, взлёт с разбегу и крутой подъём с моста. Без труда, действуя только ногами, он поднимался на высоту до 100 метров, но выше не рискнул. Потом он принялся осваивать разные виды спуска. Плавное приземление и замедленное падение. Всё зависело от того, как работаешь руками. Томшик овладевал переменной скорости и направления. Пробовал летать против ветра, летать с грузом, парить на разных высотах и так далее. Дело шло как по маслу, и он всё больше удивлялся, почему же люди до сих пор не додумались летать. Видно лишь потому, что никто не пробовал оттолкнуться ногой и взлететь. Однажды Томшик продержался в воздухе целых 17 минут, но под конец налетел на телефонные провода и поспешил спуститься. Как-то ночью, тренируясь на Русском проспекте, он с высоты 4 метров заметил под собой двух полицейских. Томшик тотчас же свернул в сторону садов, окружавших особняки. Ночью тишину прорезали пронзительные полицейские свистки. Через несколько минут Томшик уже пешком вернулся к тому месту и увидел, что шестеро полицейских с фонариками обшаривают палисадники, ища вора, который у них на глазах перелезал через ограду. Только теперь Томшик сообразил, что умение летать сулит невиданные возможности, но никак не мог придумать, как же использовать их. Однажды ночью он соблазнился открытым окном в четвёртом этаже дома на площади Святого Иржия. Легко оттолкнувшись от земли, Томшик достиг окна и уселся на подоконнике, не зная, что делать дальше. Из комнаты доносился храп крепко спящего человека. Томшик влез в комнату. Красть он не собирался, и потому стоял объятый смутной неловкостью, которую мы обычно испытываем, случайно оказавшись в чужом жилье. Потом вздохнул и полез обратно в окно. Но надо же оставить хоть какой-нибудь след, какое-нибудь свидетельство своего спортивного достижения. Томшик извлёк из кармана клочок бумаги и написал на нём карандашом «Был здесь. Мститель Икс». Он положил записку на ночной столик и тихо спустился по воздуху вниз. Дома выяснилось, что клочок бумаги был конвертом с его адресом и фамилией, но у Томшика уже не хватило смелости вернуться. Несколько дней он прождал сыщиков из полиции, но, как ни странно, никаких осложнений не последовало. Наконец Томшику стало уж не втерпёшь. Полёты остаются для него лишь тайным развлечением, которым он предаётся в одиночестве, а ему хотелось сделать их достоянием гласности. Но как? Ведь летать так просто. Оттолкнёшься ногой, слегка взмахнёшь руками и лети себе как птичка. Может быть, это станет новым видом спорта. Или, например, вполне возможно разгрузить уличное движение. Если люди начнут передвигаться по воздуху, можно будет обойтись без лифтов. И вообще, возможности громадные. Представление о них было у Томшика, правда, самое смутное. Но в конце концов всё образуется. Каждое великое открытие сперва казалось безделкой. У Томшика был сосед по дому. Этакий упитанный молодой человек по фамилии Войта. Он работал в газете, кажется, был репортером спортивного отдела. И вот однажды Томшик зашёл к этому Войте и, немного помявшись, объявил, что может показать соседу кое-что интересное. Секретничал он ужасно. Так что Войта подумал, ну и ну. Но всё же дал себя уговорить. И около девяти вечера они вместе отправились к еврейскому кладбищу. «Теперь глядите, господин репортер», – сказал Томшик. Оттолкнулся ногой от земли и взлетел на высоту примерно пяти метров. Там он начал выделывать всякие выкрутасы, спускался до земли, снова поднимался, махая руками, и даже провисел в воздухе полных восемь секунд. Войта стал страшно серьёзно и попытался выяснить, как это Томшику удаётся. Тот терпеливо объяснял. «Надо только оттолкнуться ногой и готово». «Нет, господин Войта, это совсем не спиритическое явление. И здесь нет никакой сверхъестественной силы. Не требуется напряжение мышц или воли. Подпрыгнешь и летишь». «Да вы попробуйте сами, господин репортер», – уговаривал Томшик. Но Войта только качал головой. «Нет», – задумчиво сказал он, – «здесь не обходится без какого-то фокуса». «Но я докопаюсь, в чём там дело. А пока, мол, господин Томшик, это не демонстрируйте больше никому». На другой день Томшик летел перед Войта и с пятикилограммовыми гантелями в руках. Это оказалось потруднее, и он достиг всего лишь трёх метров высоты, но Войта был доволен. После третьего раза репортер сказал. «Слушайте, господин Томшик, не хочу пугать вас, но дело очень серьёзное. Этакие полёты без всякого аппарата могут иметь важнейшее значение. Например, оборонное. Понятно? Этим должны заняться специалисты. Надо продемонстрировать ваши полёты экспертам, господин Томшик. Я всё устрою». И вот в один прекрасный день Томшик в трусиках предстал перед четырьмя экспертами во дворе Государственного института физической культуры. Он страшно стеснялся своей ноготы, волновался и дрожал от холода, но Войта был неумолим. Надо, мол, непременно в трусиках, чтобы было видно, как работают мышцы. Один из экспертов, толстый и лысый, оказался университетским профессором физкультуры. Вид у него был совершенно неприступный, и на лице написано, что, мол, с научной точки зрения, всё это чушь и ерунда. Он нетерпеливо поглядывал на часы и что-то ворчал. «Ну-с, господин Томшик, не без волнения», сказал Войта. «Для начала давайте с разбегу». Томшик испуганно рванулся вперёд. «Погодите», – остановил его профессор. «У вас совершенно неправильный старт. Центр тяжести надо перенести на левую ногу, понятно? Повторите». Томшик вернулся и попытался перенести центр тяжести на левую ногу. «Руки, руки», – поучал эксперт. «Вы же не знаете, куда их деть». «Держите их так, чтобы они не мешали расправить грудную клетку. И потом, вы при разбеге задержали дыхание, этого нельзя. Дышать надо медленно и глубоко. Ну-ка, ещё раз». Томшик растерялся. Теперь он и в самом деле не знал, куда деть руки и как дышать. Он смущенно топтался на месте, стараясь сообразить, где у него центр тяжести. «Вперёд!», – крикнул Войта. Томшик неуверенно замахал руками и побежал. Едва он оттолкнулся от земли, как тренер сказал. «Плохо! Отставить!» Томшик хотел остановиться, но уже не мог. Он вяло оттолкнулся левой ногой, взлетел на полметра и, повинуясь тренеру, тотчас же опустился на землю и остался стоять. «Совсем плохо!», – воскликнул профессор. «А приседания где? Падать надо на носки и пружинить приседанием на корточке». «Руки выбросить вперёд, понятно?» «Чтобы передать им инерцию падения, это вполне естественное движение. Погодите», – продолжал он. «Я вам покажу, как надо прыгать! Смотрите на меня внимательно!» Он скинул пиджак и стал на старт. «Обратите внимание! Вся тяжесть тела на левую ногу, нога полусогнута и тело подалось вперёд. Локти отвести назад и тем самым развернуть грудную клетку. Делайте, как я!» Томшик повиновался. В жизни он не принимал такой неудобной позы. «Надо будет вам поупражняться», – заметил профессор. «А теперь смотрите!» – оттолкнуться и бег вперёд. Он устремился вперёд, пробежал шесть шагов, оттолкнулся, прыгнул, красиво взмахнул руками и элегантно упал на корточке, выставив руки вперёд. «Вот как это делается!» – сказал он, подтянув брюки. «Повторите». Подавленный томшик вопросительно взглянул на Войду. «Обязательно нужно так?» «Ну-ка, ещё раз», – сказал тот, и томшик скрючился в предписанную позу. «Вперёд!» Томшик перепутал и выбежал не с той ноги. «Может быть, это неважно. Главное – выбросить руки, как он велел сделать приседания. Испуга надумал он на бегу и чуть не забыл подпрыгнуть. Но вот он быстро оттолкнулся от земли. «Только бы приземлиться с приседанием!» – мелькнуло у него. Томшик подпрыгнул на полметра и упал, пролетев метр-полтора. Потом он торопливо присел на корточки и выбросил руки вперёд. «Но ведь вы не летели, господин томшик!» – воскликнул Войда. «Пожалуйста, повторите!» Томшик снова разбежался и прыгнул всего на метр сорок, но зато опустился на носки с приседанием и вовремя выбросил руки. Он был весь в поту, и сердце у него бешено колотилось. «Боже, отвязались бы они от меня!» – думал он. Потом он прыгал ещё два раза. От дальнейших попыток пришлось отказаться. С того дня Томшик больше не умел летать.